Профессор Ползик любезно согласился сделать этот приклад. Он является одной из ведущих фигур в своей области квантовой оптики. У него заключали такие достижения, как первая демонстрация телепортации неправильных переменных, опыта про квантовую память и много других интересных. Поэтому то, что вы сегодня слышите, это, можно сказать, из первых уст. Состояние фантовой оптики веселенно. Но еще я хочу сказать, что Сергей Семенович будет сходить на шоку. Вечер. Спасибо большое. Это не смысл? Хорошие студенты, садятся на первой ряды. А все остальные сидят сзади. Еще не поздно пересесть. Действительно, я чрезвычайно рад быть здесь. Значит, да, вот меня когда-то звали Женя Ползик и я заканчивал этот самый университет. А когда я был на первом курсе, нас еще сюда привозили его с Крувит. Крувит. И, значит, я работал на кафедре общей физики отдельно и делал диссертацию с Мари Павлом Чайби. Потом, значит, по разным интересным политическим причинам мне пришлось переключиться в теоретике. И в этот момент я имел удовольствие учиться у Юры Голубева и у в 1880-х годов. Казался там чрезвычайно хорошо подкованным. Благодаря фундаментальной базе, полученной в моем университете. И, значит, там началась совершенно другая жизнь, которая продолжается вот уже 30 лет с большим удовольствием. Очень рад быть здесь. Значит, речь пойдет о двух системах стразов. Плюс свет. То есть, в общем, молодым окажется сегодня. Значит, я буду говорить о... Да, значит, ну вот слайды, это все по-английски, естественно, а говорить я буду по-русски, и там, где я буду запинаться, я буду называть английские выражения. Значит, вот... Quantum Backaction, да? Значит, мы знаем из квантовой теории, что если мы наблюдаем какую-то перечину или какую-то частицу, мы непременно воздействуем своими наблюдениями на нее, и вот это самое обратное воздействие наблюдения на состояние частицы, оно называется вот этим самым словом, он был окажен. Ну, так сказать, воздействие измерения на частицу. Ну, в самом простом варианте... Так, кстати, мне сказали, что я могу говорить сколько угодно, поэтому я его не могу. Кстати, в самом простом варианте, если у нас есть вот этот самый юнговский эксперимент, да, значит, две щели, вы на нее посылаете свет, смотрите интерференцию сзади, да? Ну, известный факт, что если вы будете смотреть с этой точки, с фотонной точки зрения, то если вы будете знать через какой из этих двух щелей прошел фотон, то у вас не возникнет референционная картина. Почему? Потому что измерение позиции фотона полностью разрушит фазовую информацию, то есть здесь вот такой туализм между частицами и волнами. Этот же самый туализм наблюдается при движении частицы, да? Значит, вот Гайзенверовский микроскоп, такой знаменитый пример, да? Значит, если у вас есть частицы, вы хотите наблюдести, где она находится. Нужно на нее посветить светом. А что значит посветить светом? Это значит, фотоны рассеются от этого объекта. Но когда фотон рассеивается от этого объекта, он передает ему свой импульс. Поскольку фотон это одновременно еще и волна, то этот импульс не очень хорошо определен. В результате мы увидели, где частица была от этого, как мы на нее посмотрели, но после того, как мы на нее посмотрели, в удалении случайный толчок в индексы, и оно и тело. Поэтому, ну это одна из причин, почему траектории в квантовом мире, они нехорошо определены, да? Потому что мы не знаем точно, где эти частицы находятся. Значит, это все вот такое вот, что называется, текстбук, значит, примеры. А вот я вам хочу рассказать о ситуации, где мы научились наблюдать движение объекта, неограниченное вот этим вот самым квантовым принципом. И, конечно, все это в рамках квантовой механики, вся, так сказать, вся квантовая механика, где была там есть. А вот то, что вы здесь видите, это такое вот изображение художника, более-менее на что мы сделали. Вот эта вот вещь, это мембрана. Он ее нарисовал как сеточку такая, она не сеточка, это просто диэлектрическая мембрана, которая имеет, в общем, размер, миллиметр на миллиметр. Самая большая вещь, ее нужно увидеть. Толщина у нее, правда, 100 нанометров, очень тоненькая. И она совершенно выдающийся осциллятор. Ну, столько метров будет 10 миллионов раз, так сказать, колебаться. И вот это именно координату движения вот этой мембраны мы хотим померить с точностью неограниченной вот этой вот квантовой реакшн. для этого мы делаем следующее. Свет, который мы используем для того, чтобы померить положение мембраны, мы пропускаем сначала через облако атомов. И вот когда мы пропускаем через облако атомов, получается так, что вот эта вот квантовая реакшн, она имеет одинаковый и положенный знак для этой системы и этой системы. Я хочу перейти на середину. Я хочу перейти на середину. Давайте я поворачиваю голову, получается немного. Вот так, все. Вот, теперь вот, хорошо. Значит, поехали потихонечку дальше. Вы все, наверное, читали о том, что гравитационные волны недавно Ноблюлей выдали за это Ноблюевскую премию. И, кстати сказать, вот, моя приверженность родному университету. Вот я сегодня выступаю перед вами, в то время как в наш институт приехал к Кипферн прямо из Топгольма навестить нас после своей Ноблюевской лекции. Так что, такую жертву я принесу. Я не хочу. Значит, вот эта вещь, это очень схематическое изображение LIGO, Гравитационные волны Гравитационные волны это прибор, с помощью которого нагревается в мире. Ну, я не буду еще отдаваться подробностей, но фокус в том, что эти гравитационные волны наблюдают по измерению крошечного смещения большого зеркала. Гравитационная волна приходит, шатает зеркало, и это крошечное шатание можно измерить интерферометрический послал свет туда. Так вот, точность этого интерферометра такова сейчас, что через пару лет его точность будет лимитирована вот этим самым квампанным эффектом. Свет, который падает на это зеркало, будет возмущать его настолько, что точность измерения будет хуже, чем она могла быть. поэтому, в некотором смысле, тот метод, который я вам сегодня буду объяснять, он приложим к увеличению чувствительности гравитационных интерферометров. ну вот, значит, это такая, что называется, ну, начальная квантовая механика, да? Значит, у нас есть позиция, у нас есть импульс, они некоммутирующие операторы, если они некоммутирующие операторы, значит, есть соотношение неопределенности, variance, это значит, дисперсия, дисперсия x на дисперсию p, оно должно быть больше, чем чего-то. Теперь, если мы берем вот этот вот самый осциллятор, например, и записываем его позицию в лабораторной системе координат. Ну, понятно, что я могу его записать как x на синус плюс π на косинус, это как бы позиция в движущей системе координат, вот этот момент, то есть импульс, это два некоммутирующих оператора. Поэтому вы не можете положение частицы или этого осциллятора измерить с бесконечной счастью. Потому что, если, скажем, на фазовой диаграмме, в некоторый момент времени, скажем, момент времени ноль, у меня, нет, давайте возьмем момент времени, так что здесь будет π пополам, значит, косинус единица, нет, наоборот, косинус ноль, этот единица, и мы меряем x. Но потом прошло четверть периода, и мы уже меряем π, и так далее. Когда мы меряем x, поскольку это некоммутирующие операторы, мы задаем случайный, так сказать, импульс этому самому π. Поэтому на фазовой диаграмме получается так, я меряю x, даю вот это вот размытие π. Теперь я уже меряю π, вкладываю back-action-backs, и так далее, и так далее, и так далее. Чем больше я измеряю, тем больше я возмущаю свою систему. Еще раз, как можно себе это представить, если это делается светом, для того чтобы измерить положение частицы или этой вот мембранки, которая осциллирует светом, мне нужно посветить светом, померить отраженный свет, померить сдвиг фазы этого света за счет того, что мембрана движется. Но свет – это не только волна, это еще и поток частиц. Этот поток частиц имеет случайный, как правило, полосоновский характер. И это вот то, что называется variation of passion, да? Значит, то, что Фёббер Лебедев изучал, кстати сказать, тут же, здесь же, не тут же, здесь же, а на Васильевском острове. Значит, давление света, да? Вот это равно давление света. Но только не просто давление света, а еще и случайный квантный характер давления этого света. То есть вы хотите померить движение этого зеркальца или этой мембраны, а фотоны, которые по ней бьют, наоборот, взгущают это положение. Поэтому вот эта, так сказать, вот эта история, она здесь и рассказана. Получается, что вот эта самая attraction engagement, она приводит к растущей неопределенности позиции этого предмета. И тем не менее, вот, так сказать, сегодняшняя история о том, что самые маленькие возмущения в и боусы, предвращенным моментам, да, значит, и в положении, и в импульсе не могут быть померены в принципе без всяких ограничений. Мы назвали эту тему вот таким образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Какая траектория, чуть их мирно, никаких новостей, никаких отсылок есть. А вот у нас квантовая траектория. Да, всё расплывается, частица была где-то, где она будет потом, никому неизвестно. А вот мы хотим, чтобы наша квантовая траектория была также хорошо определенна как классическая. Для этого нужно сделать фокус. Значит, фокус содержит три утверждения или три условия. Значит, вот первое утверждение такое. Мы говорим о движении, да? Ну а почему бы нам не задуматься о системе отсчетов, в которой мы меряем это движение, да? Значит, как правило, мы меряем движение, там, в лабораторию, в системе координат, там, вот угла стола или что хотите, линейка или еще чем-то более точное, но все равно, как бы, система отсчета классическая. Значит, мы говорим, для того, чтобы нам добиться вашей цели, нам нужно определить движение относительно некой квантовой системы отсчета. Эта квантовая система отсчета, номер два, должна иметь эффективную отрицательную массу. Звучит это достаточно драматически, но через пару слайдов вы увидите, что, в общем, это совершенно алкогольный предмет, если правильно определить. И, наконец, мы должны уметь создать то, что мы называем «entangled state». Значит, если вы никогда не встречались с этим термином, значит, в русский язык этот термин был введен, между прочим, вот, той группой людей, которые занимались квантовой опытикой, там, 30 лет назад, вот, в частности, доктор Голубер, доктор Соколов и прочие. Значит, мы решили, что «entangled state» лучше всего переводится как «перепутанное состояние». Перепутанное в том смысле, что «entangled state» двух систем нельзя записать как, в простейшем случае, произведение состояния одной системы на другую систему. Это обязательно какая-то комбинация двух. Так вот, значит, мы должны иметь возможность создавать такое «перепутанное состояние». Тогда все будет хорошо. Значит, как это все будет хорошо? Это, на самом деле, эта картинка, это моя гордость, потому что тут, на самом деле, ну, просто все. Значит, ну, смотрите, вот я вам сказал, что, значит, «x» и «p», то есть координаты импульса, они некоммутирующие переменные. Спора нет. Но представьте себе, что я измеряю разницу между позицией одного объекта и другого объекта и сумму этих моментов. Представьте себе два осколка гранаты. Значит, вот они разлетаются, и, в принципе говоря, я знаю сумму их импульсов, потому что там вначале было ноль. Не могу поверить их расстояние. Это, на самом деле, называется «перепутанное состояние координат и импульсов». Или еще одно называется «Айнштейн-Подольский розовый стейн». Состояние Эйнштейна-Подольского розового, потому что в 1935 году эти трое джентльменов написали статью, в которой они утверждали, что квантовая механика не может претендовать на полноту теории, поскольку она допускает какие-то странные взаимодействия в больших расстояниях. Но, тем не менее, мы про это сейчас не будем говорить. А факт остается тем, что вот эта переменная и эта переменная, они коммутируют. Вы просто перемножите вот этот минус с этим плюсом, они там выйдут в другую. Поэтому их можно померить вместе. Ну, давайте посмотрим. Предположим, что мы имеем нашу частицу, характеризованную такси π, и мы хотим ее померить в системе отсчета, связанной с другой частицей, которая описывается х0 и π0. Ну, вот мы пишем, да, значит, кинематика, первый курс, словотые времена, ну, первый поцелуй, значит, х как функция относительно частицы х0. Это х относительно х0 в нулевый момент времени, плюс разница производных, да, кинематика. Дальше разница производных, это разница моментов. И, в общем, опять мы не туда приехали. Потому что здесь у нас разница координат, а здесь у нас разница моментов. Они не коммутирующие, нам нужна сумма моментов. Значит, не получится. Но уже ясно, что нужно сделать. Нужно просто вот этот вот знак отсюда с минуса поменять на плюс. И как это сделать? Это очень просто. Значит, производные координаты, это импульс, умноженный на массу. Значит, если у вас масса отрицательная, то минус превратится здесь в плюс. Таким образом, если вы измеряете координаты вашей частицы по отношению другой частицы с эффективной отрицательной массой, то здесь у вас минус, здесь у вас плюс, коммутирующие переменные. И, таким образом, эту траекторию по отношению к этому началу координат, она определяется коммутирующими переменами. Их можно померить, раз и навсегда. Они будут коммутирующими. И поэтому траектория будет идти как в форме неопределенности. Значит, вот, еще раз. Если вы меряете траекторию неких частиц в координатной системе, привязанной к другой квантовой частице с отрицательной эффективной массой, если вы можете создать перепутанное состояние, где эта разница и эта сумма известны точно, но не могут быть известны точно, то у вас получается, что вы любое минимальное движение можете померить. Почему это здорово? Ну, во-первых, это просто здорово. А во-вторых, это очень здорово, потому что, если, скажем, вам хочется сделать сенсор, который измеряет чрезвычайно маленькие освещения. Обычная квантовая механика говорит вам, что нельзя померить бесконечную точность. А здесь получается, что можно. Почему удобно? Ну, и та же самая логика может быть примерно к исцеляторам. Да, значит, вот, если у меня есть два осцелятора, и я меряю позицию одного из них по отношению к другому, то это будет разница иксов в вращающейся стиле кардиоакосинус, плюс сумма этих моментов, есть ли у меня либо отрицательная масса, либо отрицательная частота. Отрицательная частота тоже подходит, и, как мы сейчас увидим, мы будем иметь дело именно с отрицательной частотой, потому что мы имеем дело с исцеляторами. Ну вот, значит, это статья, в которой мы показали экспериментально, как это работает, а это вот два таких, две замечательные системы. Значит, одна из них, это просто вот наш исцелятор, да, исцелятор, у него естественное состояние, лимоний, которое описывается на лимонами, один фронон, два фронона, три фронона, много фрононов. А есть еще и спиновый осцелятор. Про спиновый осцелятор я вам расскажу немножко подробнее, и фокус в том, что у этого спинового осцелятора как раз может быть эффективное отрицательное частота. Значит, представьте себе, что вас почему-то примерно возбуждается это немножко. Представьте себе, что у вас есть большое количество атомов, у каждого из них есть спин, и я эти спины ориентирую все в одном направлении. Если эта спина одна вторая, у него есть ориентация, скажем, в толь поля и напротив поля, и если я их всех ориентирую в одном направлении, то они все будут сидеть вот здесь. Это, скажем, варморовская чистота, если у меня расширение из-за ориентного поля. И первое возбуждение стало больше. Значит, это как бы положительная чистота ориентация. Но можно легко и непримужденно создать перевернутую картину. И для тех из вас, кто могло с фактической накачкой спины, допустим, или с атомной физикой, или с эффектом варморовской процессии, Вы, наверное, можете себе представить, что если я беру магнитное поле, вдоль него делаю систему хрантования, у меня есть некий спин, тогда этот спин начнет перетесировать вокруг направления магнитного поля, и в зависимости от ориентации этого спина, у него будет энергия или здесь, или здесь. Представьте себе, что вот в этой вот геометрии я все спины сориентировал так, как показано. Тогда у них у всех будет энергия. Вот здесь все атомы будут вот так. Первое возбужденное состояние будет энергию ниже, чем основное состояние. Потому что сначала выключали его, а первое возбужденное состояние понизило энергию. Еще раз возбудите, второе еще ниже. Вот вам осциллятор с отрицательной частотой. А как я вам сказал пять минут назад, если у вас есть осциллятор с положительной частотой, и вот этот вот осциллятор с эффективной и отрицательной частотой, то мы можем, делая коллективное измерение на этих двух осцилляторах, изничтожить вот эту вот quantum progression. Вот об этом эксперимент. Берем две эти системы, светим на них светом, и видим, что, значит, квантом progression этого измерения подавляется. Ну, математики. Вот, это лаборатория, которая тут происходит. Это, значит, первые эмоции, которые делают эксперимент. Родриго Георгеса Христофер. Это два аспиранта и Георгес Хуздор. Ну вот, теперь начали. Давайте немножечко углубимся в физику процесса. А, тут есть часы для... Это часы для... Это часы для... Еще. Афа. Сторожен. Попробуй, да. Афа. Дальше. Да. Моя мама имеет привычку звонить. Посидение лекции. Молочите телефон. Не звучит. Механический ассенитр. Он должен каким-то образом взаимодействовать со светом для того, чтобы мы могли произвести измерение его движения. Как это делается? Ну, в принципе говоря, вы все, не знаю, может быть, многие из вас имели дело с оптическими интерферометрами, да? И вы знаете, что если у вас есть оптический интерферометр, два зеркала, свет на него падает. И если одно из этих зеркал движется, то происходит изменение интерференционной картины между этими двумя зеркалами. И таким образом, глядя на фазу света, которая, скажем, проходит через резонатор и не отражается, вы можете судить о положении этого зеркала. Это довольно похожая система, но поскольку нам нужен безумно хороший механический асселятор, то мы делаем это чуть-чуть по-другому. Значит, мы берем два зеркала, посередине сажаем вот эту вот самую нашу замечательную маленькую набранку. Ну, вот сама набрана, вот она тут в середине, вот эта вот такая свиница, все вокруг остальное, это такая очень специальная, non-fabricated support structure, которая обеспечивает вот эту вот совершенно безумный quality factor. Значит, вот здесь у меня написано больше чем 10 в 7 сейчас, мы можем достичь 10 в 9. Что это значит? Это значит, что вот если я стукну по этому асселятору, он будет 10 в 9 периодов колебаться, прежде чем у него амплитуда уменьшится в е раз. То есть безумно хорошая асселятор. А что происходит, если я свечу светом лазерным, вот такой резонотом? Значит, свет у меня гуляет туда-сюда, а здесь диаметрическая пластинка, которая колеблется. Ну, не так, конечно, но мне просто барабан на ноду было не нарисовать, значит, она колеблется как барабанчик. Почему она колеблется? Ну, потому что она на конечной температуре, при конечной температуре все колеблется, даже при нулевой температуре колеблется, правильно? Потому что есть нулевые колебания, и мы их видим, как вы сейчас увидите. Когда кусок диэлектрика колеблется в стоячей волне, которая образуется здесь в многократных отражениях, он эту стоячую волну удалирует, правильно? Представьте себе, значит, у меня есть здесь стоячая волна, я в нее ставлю этот кусок диэлектрика. Если он поближе к, что называется, кучаности волны, то он сильно на ее воздействует. Если он подальше, то слабее. То есть получается, что кусок диэлектрика, который модулирует поле. А модуляция колебания, это создание полковых атонов, да? Сайбэнс, что мы называем. Значит, если вы берете свет и посылаете его через шла, что модулирует этот свет на какой-то более низкой частоте. Частота света здесь 14 Гц, да? А модуляция здесь происходит с частотой колебания мебраны, это порядка мегагерц. То есть у вас получается, что ваш изначальный свет модулируется на частоте мегагерц. И это можно представить себе, как возникновение вот этих вот сайбэнс, боковых тонов, которые отщеплены от лазерного света, а плюс один из 1-3 Гц. Это вот частотой колебания. Дальше давайте посмотрим, что получается. Вот эта кривая, это резонансная кривая этого оптического резонатора. Оптический резонатор будет хорошо отзываться только на ту длину волны или частоту, при которой вдоль этого резонатора вкладывается целое число полковых. Если мы чуть-чуть от этого условия отступим, то получится меньший отклик в полной стороне. И для хорошего резонатора это может быть довольно узкая волоса. Представьте, что мы берем наш лазерный свет и настраиваем его в правое крыло, в более высокочастотное крыло. Этот лазерный свет модулируется движением этой мембраны и генерирует то, что мы называем голубой сайбэн, blue сайбэн и bright сайбэн. Вот это как раз самая модуляция, которая мы убываем. И теперь посмотрите, вот в этой вот картинке красный тон, он так хорошо сидит на самом резонансе этого резонанса. Чему-то будет очень хорошо. Он там будет так резонансно, замечательно усилен. В то время как вот этот голубой, он сильно далеко от резонанса, ему будет так не уявлен, он будет совсем почти как бедный резонанс. Поэтому в этой ситуации такой надстройки больше всего будет рассеяние в красный сайбэн. Представьте себе, что мы пришли с лазером вот здесь, и здесь вообще не было никакой частоты. А теперь получается, что фотоны могут рассеиваться из лазерной частоты вот в этот вот красный тон. Энергия-то откуда взялась? Или куда она девалась? В этой ситуации куда она девалась правда? Потому что один фотон лазера превратился в фотон с более низкой энергией. Ну, где-то должно прибавиться, если она девалась. Прибавляется в энергию колебания этого осциллятора. То есть получается, что рассеяние осциллятора – это рождение фотона красного и рождение одного фотона. Вот те из вас, кому повезло, и они учились у Ивана Вальевича, например, и посещали его спецкурсств, я уверен, что он говорил про параметрический гемотоньян. Это как раз и есть параметрический гемотоньян. Это как рождение двух квантов – светового и квантодвижения фононного. И поскольку они раздаются вместе, то это приводит к приходу его питания. С другой стороны, если я отстрою свой лазер на другую сторону резоната, это делается просто, да, есть реестраиваемый лазер, который нужно строить сюда, строить сюда. Получается тогда, что это синий пол, который более счастливый в этом резонатре. Поэтому рассеянием мы от лазерного фотона на синий фотон. То есть синий фотон имеет больше энергии. Откуда эта энергия должна взяться? Она отбирается, как вы правильно догадались, от движения мембраны. Тогда получается, что рождается синий фотон и исчезает, анигенирует динфонон. Этот кабельтыниан – это как бы эксчейндж между светом, световым квантом и квантом движения. И это уже очень интересно. С помощью такого кабельтыниана можно делать квантовую память и прочее. Наконец, если я сажаю свой лазер прямо ровно посередине, то оба эти процессы имеют одинаковые амплитуды. И тогда можно показать, что, ну это уж просто скорее для вашего образования на будущее, значит, такой вот кабельтыниан, который записывается как положение мембраны на некий оператор света, он называется флоттенандеманшем галитвоменом. Значит, и разрушающий кабельтыниан с помощью такого кабельтыниана можно померить некие вещи, очень хорошо. Зачем я все это вам рассказываю? Затем, чтобы вы имели какое-то понятие о том, как свет на квантовом уровне может взаимодействовать с механической системой. Если в будущем вам придется наткнуться на статьи, которые посвящены квантовой оптомеханике, квантум-оптомеханикса, вот это вот, вот это и есть, квантум-оптомеханикса. И развитие этой науки, оно безумно, так сказать, распустилось по стандартам за последние, скажем, лет десять. Главным образом, потому что люди научились делать вот такие вот потрясающие резонаторы, механические, с удивительным совершенно. Теперь получается, что квантовое взаимодействие на уровне атомов и фанонов можно осуществить на лабораторе. И, кстати, хотел я вам сказать еще что-то. Вот этот вот процесс, где возрождается фатон и забирается фанон, это же охлаждение. Значит, я забираю фаноны из механических коллегов. Ну, это значит, что я охлаждаю мою систему. И в нашей лаборатории, и в других лабораториях было показано, что с помощью такого лазерного охлаждения вы можете охладить механическую систему практически до основного состояния, то есть до минимального движения с нулем фаноном. При этом это можно сделать при комнатной температуре всего остального, потому что лазерное охлаждение такое удающееся и хорошее. Вот эта область квантовая механика, это, можно сказать, наверное, самая молодая область квантовой оптики. И очень много из квантовой оптики, которая была сделана для атомов, она справедлива и здесь. Поэтому люди, типа меня, которые всю жизнь занимались атомами и спинами, так хорошо и весело заниматься этой штукой. Ну вот, значит, теперь я вам демонстрирую экспериментальные результаты. Значит, что мы видим? Мы светим светом на вот эту самую систему. Вот внутри этого пакетика там как раз находятся два зеркала, а между ними вот эта мембрана. Так, все очень хорошо упаковано. И дальше мы светим свет на эту штукой. И, как вы помните, этот свет, он будет рождать вот эти вот тонны на частоте колебаний мембраны. Поэтому, когда вы будете этот свет теперь протектировать, и будете смотреть на его спектр шума. В спектре шума вы явно увидите механическую частоту. Эта механическая частота, это вот, например, 1.28 мегамерца. Это вот механическая частота. Все, что вы тут видите, это результат механического движения. Что вы здесь видите? Вы видите здесь следующее. Желтое – это собственные шумные мембраны. Вот там сколько-то фанонов есть. Вот они и производят вот этот вот, так сказать, шум. Но есть некая ширина, которая условлена процессами затопа. Мы сейчас об этом говорим. Это мы называем тепловым шумом мембраны. Значит, вот для эксперимента, о котором я говорил, вот этот вот шум соответствует примерно двум фанонам, оставшимся в этой самой мембране. Ну, для сравнения скажу вам. Значит, энергия тепловая – это катета, постоянная вольтспананная температура. А энергия фанона – это HN, да? А HN. Значит, вот если возьмете не один мега-герц, посчитаете, сколько фанонов находится в любой механической системе, колебующейся на одном мега-герце. Мы с помощью вот этого взаимодействия выбираемся охладить его от миллиона до ампара фанонов. Это очень удобно, потому что нам хочется, чтобы, собственно, шлифов нужно меньше. Красная область – это вот ровно та самая quantum back-action. Еще раз напоминаю вам, значит, мы светим свет на эту систему, и мы хотим увидеть ее движение. Мы его видим. Колько это стоит? Это стоит для вот самой quantum back-action. Потому что если мы смотрим очень хорошо и пристально, то мы радиационным давлением этих фанонов мы эту мембрану возмущаем. Ну, собственно, нам этого и хотелось, правда? Потому что цель эксперимента – это показать, что вот это вот quantum back-action измерение может быть подавлено, если мы будем смотреть одновременно на эту систему и на атомы. Ну, первое степень – да, следим. Да, мы видим это quantum back-action. Это далеко не тривиальная вещь. Потому что, как правило, так сказать, все измерения, которые происходят в лаборатории, они доминированы всякими техническими шумами. И нужно очень много и долго стараться, это просто бы добиться квантового поныша. В частности, огромную роль играет вот именно вот это вот качество резонатора. то есть, чем выше Q, тем легче добиться плохого поведения. Значит, это картинка части установки, которая находится вот эта резонатор с мембраной. Это такой криостат, в котором внутренность охлаждена до 4 кг. Можно было бы этот же эксперимент пытаться сделать, начиная с комнатной температуры, но очень ради. Потому что нужно охладить до нескольких фаномов, да, а при комнатной температуре их там миллион, но все-таки при 4 кг их там 20 тысяч. Все-таки немножко попроще. Тем не менее, значит, мы охлаждаем с десятков тысяч до двух-трех. Тоже здорово. Значит, тут вот такие окошки хорошие, через них можно светить светом, всякие оптические элементы. Если вы когда-нибудь придется работать в лаборатории, которая занимается квадрой оптики, вы все эти штучки увидите. Все какие-то бимств, лидерс, вейк-плэйнс и прочие привести. И, значит, для юного поколения, поиграющего в жизни, хочу сказать, что удивительная особенность вот нашей области, квадрой оптики заключается в том, что вы можете делать теоретическую, экспериментальную. Один и тот же человек это делает. В очень многих областях физики это не так. Очень, допустим, я не знаю, возьмите там физику высоких энергий, насколько я ее знаю. Есть 5-ти, которые собирают ускорители и заставляют их работать. Это есть люди, которые рассчитывают там string family или еще что-то. А здесь вот очень здорово. Чувствительная рекомендация. Ну хорошо. Значит, пока мы познакомились вплотную с механической частью нашей системы, с тем, как она взаимодействует со светом. Теперь позволить вам представить атомную часть этой системы. Значит, это, помните, я вырисовал такой большой спин в магнитном поле, там вращался. Это немножечко более детальная картина. Представьте себе, что у меня есть набор атомов. И этот набор атомов я могу каким-то образом их спины все сориентировать в одном направлении. И я называю это направление Z. И я называю вот этот длинный вектор J, S, J, Y, J. Это некоммутирующая оператор вещь. Получается, что две вот эти вот ортогональные компоненты спины, вот эти вот, они некоммутирующие операторы. И поэтому у них будет какая-то квадтовая неопределенность, которую я здесь рисую, как вот эта шапочка. То есть вы точно не знаете, куда же с ним направлены. Он где-то вот в этой вот неопределенности. Теперь, посмотрите. Если я возьму вот этого от правильства. Правая часть у него, я эту шапочку убрал. Почему я убрал шапочку? Потому что это большая классическая величина. Я могу относиться к ней не как оператор. А если так, то я могу на нее разделить. Обе части. А если я разделю, то у меня справа получится мневая единица. А слева нечто. А если у меня коммутатор двух величин равняется двимой единице. То я могу эти две величины рассматривать как эффективный оператор x и b. То есть как позицию и момент осциллятора. Если я теперь вот смотрю на северный полюс этой сферы. Я просто скажу, что это в этом роде. Если я смотрю сверху, это будет как раз в ней. Здесь нарисовано просто то, что я вам сказал. что x это одна из этих определенных квадратных корей. Это первых долг. Индекс . Значит, вот это спин, который, если я теперь рассмотрю в энергетической схеме. Значит, если все спины смотрят наверх, то это вот такая картинка. А если один спин сгенерирован так что перевернулся. И если я не знаю, какой из этих спин сгенерирован, то состояние, которое я там сгенерирую, это будет первое фоковское состояние осциллятора. Очень приятно произносить эти слова в зале и фоков. Правда? И, в общем, это очень здорово. Значит, было основное состояние осциллятора. Остало первое возбужденное. Если я перекину один спин, то-то не знаю как. Ну и так далее. Значит, вот теперь мы, как мы делаем осциллятор, мы кладем это все в магнитные опоры. Этот спин начинает вращаться. Вот эти вот мои квадратные компоненты начинают вращаться. И точно получается, что у меня система, которая описывается спиновыми элементами. Но в то же самое время и координаты и моменты. И она осцилирует. С какой частотой она осцилирует? С частотой англоровской, определяемой этим магнитным опором. Вот у меня получается, что у меня есть и второй осциллятор. Значит, этот осциллятор, вот видите, он такой замечательный осциллятор. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание на вот эту вот штуковину. Значит, это очень замечательно выполненная такая стеклянная скульптура, в которой есть канал внутри, в котором бегают вот эти самые атомы. Значит, вот Кихайл Маврос, присутствующий среди нас, является мировым специалистом по изготовлению таких вещей. Внутренность этого канала покрыта специальным покрытием. И роль его заключается в том, что обычно эти спины, летящие при комнатной температуре со скоростью 200 метров в секунду, одного столкновения со стеклянной стенкой хватает для того, чтобы любое квантовое состояние изничтожить. С этим покрытием можно иметь 10 000, можно иметь 100 000 столкновений со стенкой, и при этом ничего с квантовым состоянием не происходит. И это, конечно, замечательная вещь, потому что она позволяет иметь долгоживущие квантовые спиновые состояния. Ну, дальше что происходит? Значит, нам нужно как-то взаимодействовать со светом. Мы посылаем свет в видение поляризации, и имеем спин, чьи компоненты осциллированы. Ну, вот те из вас, кто знаком с фрадаймским вращением, они сразу его здесь узнают. Те, кто не знаком, значит, если у вас есть поляризованный свет, и он проходит через любую ширину, у которой есть какое-то магнелико-геомоненту в направлении распространения света, то поляризация света будет поворачиваться в одну сторону, если этот момент в этом направлении, и в другую сторону, если в этом направлении, в парадейский. Если, как у нас получается вот здесь, это компонент, это направление света осциллирует, да, он осциллирует, потому что сейчас вращается, то будет осциллировать поляризация этого света. И мы увидим следы квантовой, проекции этого спина, когда мы будем смотреть на поляризацию света. С другой стороны, по мере того, как мы это измеряем, квантовые фруктуации этого света в виде квантового экшен влияют на состояние спины. Это немножко более такой тонкий вопрос, мы говорить сейчас не будем, но очень вкратце могу сказать, что природа этой квантового экшен в том, что дробовой шум этого света приводит к квантовому шуму штанковского сдвига, который этот свет оказывает на энергетическом движении. Вот так вот выглядит одна часть этой структуры. Значит, поскольку мы занимаемся чрезвычайно тонкими измерениями на этих спинах, нам нужно их изолировать до внешнего магнитного поля, как только мы можем. поэтому это ячейки со спинами сидели внутри такого тройного магнитного экрана, и через нее проходит свет и всякие там замечательные измерения демонстрации. Ну вот примерно та же самая картинка, которую вы видели для механического осциллятора, теперь я ее показываю для спинного осциллятора. начали. Это вы уже видели, мы имеем квантовый спин, атом в этой ячейке, ориентируем их сначала все вот сюда, прикладываем магнитное поле, начинаем вращаться, посылаем свет, и у этого света поляризация осциллятора осциллятора в соответствии с проекцией спина на направление распространения света. Осцилляция происходит на частоте ладонского сдвига, и эту частоту мы можем изменениями магнитного поля подстроим ровно под ту частоту, на которую колебался механический осциллятор. Ну, кто помнит, на какой частоте колебался механический осциллятор не будет 1,2,8 правда ну, здесь 1,3,8 но вот здесь вот, извините, тут плохо видно, но тут вот близко к 1,8 то есть, мы можем спиновый осциллятор подстроить ровно по механическому и здесь вы видите ровно то, что и должно видеть значит, вот это эти точечки они дают вам собственное собственное решение этого спинного осциллятора и этот осциллятор практически в основном состоянии можно говорить почему, мы не будем дальше чем больше вы светите светом тем больше вы видите это квантовое экшн и вот это вот светло-зеленое поле это квантовое так сказать квантовое экшн на скрине значит мы практически с вами добились двух начальных позиций для нашего эксперимента я вам показал спектромеханических колебаний в которых мы видим квантовое бэкэкшн влияние измерение и то же самое я вам показал госпитного осциллятора теперь все что надо сделать это вместе их свести посмотреть что получится ну да жизнь сложна ну да жизнь сложна ну это так допустим значит на этот слайд тоже такая тяжелая шутка на этот слайд у меня никогда не бывает времени поэтому этот слайд выглядит так извините значит ну просто вот как бы та же самая история но в этом виде значит у меня есть свет я его посылаю сначала через атомы потом он идет и взаимодействует с моим мембраной в оптическом резонаторе потом идет обратно и здесь его когда свет идет через атомы на него накладывается квантер-бокатшин атомов когда он идет через мембрану добавляется квантер-бокатшин от мембраны мне надо увидеть могут ли эти две квантер-бокатшин интерферировать почему вообще я надеюсь что они могут интерферировать да потому что они порождены квантовыми фруктуациями одного и другого же света только поэтому мне нужно иметь очень маленькие потери между двумя системами и вообще все сделать очень аккуратно чтобы квантовые фруктуации света влияли одинаково здесь и здесь и вот вам результат значит hybrid это как бы система сразу это результат вот этого общего измерения и я могу изменить эффективную массу моего спинового осциллятора как да очень просто помните я вам говорил что масса спинного осциллятора или частота она просто зависит от ориентации этого спина по отношению к магнитному полю такая ориентация а негативная масса такая ориентация позитивная масса поэтому просто изменяя направление магнитного поля я могу изменить знак этой квантовой экшн теория предсказывает что для отрицательного знака я должен иметь мало шума для положительного знака я должен иметь много шума и ура ура именно это мы видим в эксперименте да красный спектр это отрицательная масса черный спектр это положительная масса то есть мы действительно видим воочию как квантовая квантовая капшин этих двух осциллятора может либо интерферировать так что они гасят друг друга ну и вот это как бы почти конечный результат немножко много всякого мы не будем углубляться в детали значит вот это бледно-розовая вещь это тепловой шум самовы гибраны куда не денешься парафон есть серая площадь это кванты бэкэкшн только на вибрану все это измерения только на металлической системе теперь я включаю готовную систему и красная площадь это общая кванты бэкэкшн и вы со мной согласитесь что красная площадь сильно меньше чем серая площадь сильно меньше меньше на 30% ну начало да лучше бы конечно в 10 раз меньше но так сразу не получается ну вот эксперимент который демонстрирует этот эффект все тихо мирно очень хорошо вот и все таки еще минут 10 прошло время не займу потому что я хочу рассказать хотя бы вкратце потом этот эксперимент конечно мы будем продолжать и конечно мы будем стараться улучшать его качество мы будем стараться продемонстрировать как мы можем перекутанное состояние между этими двумя системами продемонстрировать как мы можем это применить как датчик силы или ускорения если мы можем померить движение или мембраны супер как здорово значит мы можем очень хорошо мерить крошечные силы и тут сразу возникает вопрос ну хорошо силы ускорения как насчет ускорения пространства запросто значит вот вам этот самый интерферометр который меряет превенционные волны выглядит вот таким образом это два плеча и когда приходит превенционная волна она изменяет пространство в другом образом в одном направлении расширяет и в другом шуме вот она приходит вот так вот ты себе не видели этот спектр который превенционные волны вот этот спектр революционной волны ну это не инспекторы это развитие во времени значит ничего не было ничего не было и частота вот так вот сжимается почему потому что это две так сказать черные дыры или черные окнатолы которые в другом вращались и вот то что они показывают здесь это в общем не то что они видели в действительности это сильно здорово переваренный сигнал со всеми там швами и какими-то и прочими они это видят а размер тут ну общий год 10-21 10-21 почему вот изменение расстояния у них там на 4 километра оно 10-21 это 13 километров маленькое но фокус в том что здесь видите свет свет идет сюда отражается отражается у них там этого света 100 киловатт и эти 100 киловатт они свое это самое радиационное давление осуществляют и он-то выше этого радиационного давления осуществляется поэтому их чувствительность очень скоро сейчас они например может фактор двух или трех выше предела но они очень скоро будут ориентированы вот этим рукапом эффектом которые абсолютно поэтому мы говорим ну хорошо мы возьмем нашу маленькую атомную систему и поставим ее туда вот она весь этот шум съест и мы будем видеть 10 раз больше объема вселенной и все будет хорошо и все молодежь придет к нам заниматься науками вместо того чтобы заниматься первыми я пропущу много чего это теоретическая работа которую мы сделали в старстве с Олегом Валили из Москвы и из Русского этого центра и грубо говоря значит проблема тут вообще в чем заключается ну проблем тут много мы их пропустим все значит одна из проблем вот в чем заключается помните я вам сказал что как же это так получается что на эти две системы она одна и та же можно обратно а так что это один и тот же свет который идет если потери маленькие то и контровая фруктуация те же самые значит они могут возбуждать тот же самую макэкшн который в результате может погаситься проблема в том что атомы их не говоришь они откликаются на определенные миллион да спектр помните значит вот цезия его атомы с которыми он работает им будет положено 752 на метр а гравитационные метакторы они тоже в общем они хотя и не фундаментальные константные но их тоже трудно уговорить потому что они использовали десятки миллионов на то чтобы построить эту систему на лазере который 1064 мм поэтому не получается светить один и тот же свет и на атомы и на интерферроны поэтому нужно выходить из этого положения как выйти из этого положения как создать источник света в котором квантовые фруктуации будут скоррелированными одинаковыми на очень разных длинах а мы это уже сделали некоторое время назад можно сгенерировать entangled light beams перепутанное состояние света таким образом что квантовые корреляции на этой длине волны и на этой длине волны будут одинаковыми и тогда мы эту длину волны пошли на атомы она померяет на них эту длину волны они пошли на свой гравитационный интерферроны он там померяет потом мы возьмем измерение этого детектора измерение этого детектора сложим их вместе он будет как шликаться завтра и останется только гравитационный иронный символ как это выглядит на сегодняшний день ну вот тут есть некие расчеты которые показывают что это все неразумно и на этом высоком ноте я заканчиваю я вам рассказал о идее и эксперименте в котором казалось бы неминуемое квантом и о архитической системе и немножечко рассказал про гравитационный бог я бы хотел закончить закончить замечательную лекцию а следующим заявлением если среди вас есть люди которые думают что делать со своей научной жизнью то я вас всячески призываю уделить серьезное внимание области квантовой оптики и экспериментальной теоретической квантовой форматики квантовой оптики и в этом институте есть люди которые этим занимаются есть люди на кафедре первой общей физики доктор Головов а доктор Шабаев занимается некоторыми проблемами ассоциирования с этим кафедрой квантов и есть замечательная группа в лаборатории Эксперимент которая занимается экспериментальными измерениями которые идеологически связаны в частности для умного редактор Запаски чьи статьи Н4 так что у вас есть все возможности заняться с вами интересной физикой спасибо аплодисмент аплодисмент другим это еще важная деталь да много деталей это отличный вопрос спасибо большое это на самом деле процесс физической накачки за который Костлер получил между временем в каких-то древучих 50-х годах а делается таким образом вы посылаете свет у которого есть уже угловой момент круговой поляризации свет например и в результате влощения этого света и потом рассеяния на основное состояние в результате угловой момент передается спинам и их всех удается выстроить очень важно для нашей системы это то что пока вы это делаете атомы не подвержены какими-то внешним воздействиям поэтому нужны беречь столкновений внешних полей можно делать двумя способами этот эксперимент можно и ориентировать и передать элементом а можно сначала и ориентировать 30 секунд и вот по временам примерно секунду это держится как я понимаю ну вы знаете вот секунда это так сказать в наших лучших листах пока что если у нас есть 10 миллисекунд это тоже бесконечное время ну почему бесконечное время потому что одна микросекунда это период этого вращения то есть нужно миллисекунды держать это спасибо большое очень интересно вопросов конечно много но много самый простой вы показали такую одну из картинок что у вас есть контур записанный без бэкэкшен потом бэкэкшена ну а потом еще эффект так вот как вы измеряли без бэкэкэксена молодец какая это это я сургател конечно если я могу измерять без бэкэкшен то я бы вообще так бы и поверил честно скажу ну вот здесь вот так значит делается следующим образом вот этот результат на самом деле вот эти вот собственные без бэкэкшен он как бы говорит inferred то есть это вычисленные результаты каким образом вы это делаете давайте мы пошлем свет у которого вот в правильной в той поляризации которая определяет бэкэкшен только вакуумный шум то есть просто идеальный лазерный луч в этой поляризации никакого шума нет полученный контур вот это вот это честно поверенный экспериментальный контур а теперь мы добавим в эту поляризацию хорошо откалиброванное количество вакуумного шума это люди трассу я не знаю вакустро-оптический модулятор что хотите и вот вот это вот большая штука это значит это одна единица вакуумного шума здесь а здесь добавлено еще одна единица и всего 2,2 ну теперь смотрите значит у вас есть а плюс б а есть а плюс 2,2 б ну ясно видите что из этого можно вычислить а в раму в раму отлично еще если не хочешь вот на последнем задании вы сказали что можно запутать сильно ракансивные энергии лазер вот это наверное сложно как это сделать нет это значительно проще достаточно значительно проще чем у себя сложно значит нет ну конечно конечно сложно конечно долго занудно и я просто как бы когда-то это делал на заре своей юности и это в общем стоит там пол миллиона долларов и три года двух аспирантов но как бы идеологически это просто значит вы делаете следующее вы берете вот эти два лазера и сбиваете их в нелинейном кристалле с помощью процесса Sun Frequency Generation значит кристалл вы там покупаете за умеренные деньги и кристаллы эти делают довольно хорошие сейчас и если все правильно подобрать то отсюда выйдет цвет у которого частота суммузмарная вот этого этого этот у нас помните 1046 нм этот 852 отсюда вылезет что это типа 470 нм и дальше вы этим 470 нм накачиваете параметр это значит параметрическое рассеяние и из него полетают перепутанные фотоны на этой частоте и на этой частоте дальше вы их смешиваете перепутанный фотон здесь с куском этого лазера тогда у вас получается поле в котором вы можете исследовать атомы и это поле будет половина перепутного состояния смешиваете с этим лазером и вы здесь измеряете то есть это как бы отдельный кусок который нужно построить и это не тривиально но известно что это можно сделать то есть сейчас рассказали одновую ситуацию для вашего мембранкера а многомодовую вы можете отследить это первый вопрос и второй вопрос что здесь сегнается имитирующими фортерами скажем нажатые состояния мембранки спасибо значит многомодовые мы смотрели и даже в общем наблюдали сжатый свет который эта мембрана на самом деле поскольку габритонианы очень похожи на томные габритонианы она и сжатый свет можно генерировать мы это показывали если у вас многомодовая система это как значит есть барабанная мода вот такая да а есть там как на стороне там вторая гармоника третья гармоника а поскольку это площадочка там может быть сколько хотите они все расстроены почествовками естественно поэтому на них можно смотреть по одиночке и у них у всех очень хорошие вот эти вот кинжарьи поэтому как бы практически ну рисовать не на чем значит частота колебаний барабана ну не все равно квадратного барабана значит она подчисляется как квадратный корень из-за квадрата и десятков квадрата где n это количество нулей здесь и n это количество нулей поэтому получается что основная мода в этой роли если у нее скажем 1 мегамерс частота то следующая мода у которой два максимума она будет на 1,4 мегаперца это все равно довольно далеко поздно отследить если ваша цель заключается в том что посмотреть на многомодовые тогда нужно уходить в более высокие моды это интересный вопрос и люди в общем этим занимаются некоторые потому что хотят избежать потому что хотят посмотреть взаимодействие вопрос интересный и второе было лимитирующие факторы есть два подхода вот этой вот механики один подход следующий давайте возьмем резонатор у которого скажем собственная частота там 10 мегамерц засунем его в то что называется домашний рефрижерейтер то есть прибор там который стоит миллион долларов воздающий до 100 микрокерминов из 100 микрокерминов 6 гигагерц в основном состоянии вообще никаких проблем после этого можно уже начинать из этого основного состояния конструировать всякие там сжатые и прочие состояния если вы не хотите запихивать это все вот один диверсион рефрижерейтер который дамы оптического доступа нет хорошего если вы хотите работать на 4 гигагерах или на полной температуре вам приходится охлаждать движение этой мембраны близко к основному состоянию это трудно как этого добиться вот как я сказал основной способ это увеличить вот эту дровантность этого резонатора чем выше вот это кью тем легче жить на белом цвете не требует преувеличения этого не требует преувеличения в планете декоративной массы а вот это по сути дела вот возникновение и резонансов и смыльчанных состояний на той длиной энергетически структурированной системе если его кондиционное вращение это достаточно грубый такой то вот сейчас руками создаются все более более тонкие дискретные энергетические системы и вот то есть это вот и может быть сейчас в какой как сказать физический смысле мы можем взять математический прием сейчас я правильно понимаю ваш вопрос то сначала состоит это утверждение что действительно значит столько скажите структурирование люди видели этот донос и вообще о чем говорить значит важная разница заключается вот в чем значит если я ну вот я вам говорю да у меня осциллятор с отрицательной массой с отрицательной частотой а вы мне говорите ну ладно хватит заливать возьмем лазер там у него вообще все атомы на горху а внизу ничего нету вот вам пожалуйста ваш осциллятор с негативной температуры там то есть правда но только это совсем не то значит когда вы говорите о лазере или когда вы говорите очень часто о стоксовском антистоксовском рассеянии вы говорите об одноогромных процессах в конце концов в лазере никаких корреляций между атомами вот если они может там конечно есть они никого не волнуют им нужны для описания в стоксовском антистоксовском рассеянии все то же самое один атом миллион атомов так нет здесь чрезвычайно важно что вы возбуждаете коллективное состояние системы у вас есть один перевернутый спин вы не знаете какой в этом смысле это большое такое перепутанное состояние всех этих спин и это чрезвычайно важно потому что если это не так то вся эта система расселятора с отрицательной частотой рушится то есть ответ на ваш вопрос мне кажется может быть такой по отношению к тому что было что рассматривалось в других областях физики раньше с точки зрения вот такого равновского или подобного рассеяния здесь очень важно что мы создаем коллективное возбуждение системы в котором квантовое состояние размазано с надеюсь что это помогло ну да спасибо то что это не возможно системы, и мы это реально сделали, где для каждого отдельного элемента соотношение определенности Гейземер не выполняется, а в целом, так сказать, ну его просто нельзя применять к этой системе и говорить о том, что он будет так вот, так вот, вот так вот. Значит, безусловно, то, что вы говорите правильно, по причине того, что, когда я говорю о вот таких вот комбинациях операторов, которые мутируют, для этой комбинации операторов в правой части соотношение определенности нужно, поэтому все хорошо. Но я бы хотел все-таки не отступить вот на какую тему. Вот такие состояния, где Х-Х0 и Х-Х0 хорошо определены, это перепутанные состояния, которые, как я сказал, были известны там с 1935 года, кратиковались, генерировались, в свете, в атомах, во многих вещах. Для этого применение, о котором я сегодня говорил, вот это понятие эффективной отрицательной массы чрезвычайно важно. То есть это не просто перепутанное состояние двух систем, а это перепутанное состояние двух систем, одна из которых описывается вот этой вот отрицательной частотой и отрицательной массой. А так, в общем, кванатуре-рехателем, где стоял отрицательной. Ну, я просто хочу вытачить. Но для этого состояние с отрицательной массой соотношение действия, например, для него самого выполняется. А вот когда мы создаем эти системы... Тогда да, это исключительно только коллектива. И это поясним. Абсолютно. Организаторы сказали, что мы пришли без именера времени, поэтому остается поблагодарить докладчиков. Абсолютно. Абсолютно. И исключительно понятные рассказы. Это, наверное, часть основных успехов. Спасибо. 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 Спасибо.